Мертвые телята лежат на улицах села Макруша в Каннском районе. Жители рассказывают, единственное сельхозпредприятие разваливается. К зиме работать им будет просто негде. Обвиняют в этом директора. Сельчане уже вышли на митинг, говорят, что за работу готовы драться. С подробностями Регина Баймухаметова. Вот он, телятник. Там телята вытаскивают. По крапивам везде их раз, раскидали. А как зимой мы с этого телятника вообще ломиками отковыривали. Потому что отопления не было всю зиму. И вот прямо ломиками долбили. Десятками сразу вытаскивали. На улицах разрастается скотомогильник. Вместе с телятами умирает целое хозяйство, которое раньше кормило все село, говорят люди. Заявляют, они хотят работать, но тракторы стоят, а директор дает распоряжение резать коров сотнями и вывозит из села оставшуюся скотину. Мы работаем здесь, нам здесь жить. Он остался, последний раз он приехал, вот мне надо опять 600 голов забрать. Приехали, вот он приехал со стволами просто, ребята. И все, и выгнали. По словам людей, телятники к зиме никто не готовит. Они не сомневаются, к тому времени от хозяйства уже ничего и не останется. Он сказал, мне ничего не надо. Чина что заготовит, я продам. Скот я вывезу. Вам осталось работать до осени. Не примут меры, мы пойдем в бой. Мы будем до последнего драка. До драки за хозяйство дело чуть не шло и у руководителя. Оказалось, что их сразу два. После того, как несколько лет назад предприятие обанкротилось, конкурсный управляющий заключил договор с новым арендатором, на которого и жалуются люди. В этом году хозяйство отдали другому директору. Вот только договор со старым не расторгли. И он сдаваться не намерен. Мы ни гектара не спахали. Вот они спорят, ругаются. Молоко не сдаем в данный момент. Ну некуда. Выливать сейчас на помойку. А если мы сейчас ни гектара не спашем, как мы дальше жить будем, я не пойму. Второй арендатор говорит, попытался приступить к работе, не получилось. Буквально в понедельник я не смог выйти на работу, потому что приехали какие-то люди вооруженные. Представили, что они охраняют ООО «Победу», чтобы я не вошел. И не пустили моих работников. Ни меня, ни моих работников. Название «Победа» очень символичное во всей этой истории. Именно так называется компания одного из директоров. Жители уверены, его «Победа» обернется поражением для всего села. Но пока правоохранительные органы разбираются в ситуации, время на подготовку к зиме уходит. Регина Баймухаметова, Лея Сенкевич, присодействитель компании «Лимон ТВ», «Канск». Добавлю, редакция сегодня весь день пыталась дозвониться до директора компании «Победа». Он связался с нами перед началом выпуска. И сказал, что не считает важным мнение людей, которые высказывались в нашем сюжете. Так как они просто жители села, они работники «Победы». Более развернутый комментарий от руководителя предприятия мы рассчитываем получить завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!